МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Полицейские задержали 39-летнего жителя поселка Агадыр Щетского района, который подозревается в убийстве своего трехлетнего внука. Расследование преступления находится на контроле областной прокуратуры. 600 тонн картофеля будет заложено в стабилизационном фонде Карагандинской области. По мнению властей, этого количества хватит, чтобы избежать необоснованного роста цен в межсезонье. Чтобы печь не стала убийцей. В департаменте по чрезвычайным ситуациям провели брифинг, на котором разъяснили меры пожарной безопасности эксплуатации печного отопления. Дедушку, который убил родного внука, задержали спустя 5 суток. 39-летний житель Щетского района уже дал признательные показания. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Прокуроры уверяют, что ни дедушка, ни семья ранее не состояли на учете. А причиной убийства может быть ссора между супругами. Ведь именно в тот заполучный день после ссоры с мужем, жена, она же бабушка погибшего Арсина, ушла из дома. А уже на следующий день, когда женщина вернулась домой, обнаружила тело своего внука. Однако официальная информация будет озвучена позже. По предварительным данным, 39-летний мужчина нанес мальчику ножевые ранения. Трехлетний Арсений Резентюк был единственным внуком и сыном. Мать-одиночка оставила сына на воспитание родителям. Сама же уехала в Караганду на заработки. Подозреваемый явился о делу внутренних дел с явкой повинной, который воодворен в изолятор временного содержания. В настоящее время дело находится на стадии расследования. По делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное, всестороннее исследование всех обстоятельств дела. Ход расследования уголовного дела находится на контроле, про которого волосы. Предварительно из-за утечки баллонного газа на кухне донерной в Жесказгане произошел пожар, в котором два повара получили ожоги. По информации медиков, один из госпитализированных находится в реанимационном отделении. В момент возникновения пожара в донерной находились посетители. Они самостоятельно покинули заведение. Донерная пристроена к пятиэтажному жилому дому. Пожар ликвидировали 15 оперативных сотрудников службы пожаротушения. Происходило горение обшивки стен, мебели, а также кухонного оборудования в здании кафе. Из-за сильного задымления были эвакуированы жильцы подъезда, 20 человек, в том числе двое детей. В результате пожара два человека получили ожоги и отравления газом, были госпитализированы работники кафе, повар и официант кафе. Сейчас причина пожара устанавливается. Не исключается возникновение пожара из-за неисправности газового оборудования. Свободная экономическая зона Сарарка создана для улучшения инвестиционной привлекательности и стимулирования притока инвестиций в экономику Карагандинской области. Введенные в эксплуатацию предприятия уже успешно ведут свою деятельность. В областном Акимате обсудили инвестиционный климат региона. Заседание прошло под председательством Акима области Ирлана Кушанова. Карагандинская кондитерская фабрика сегодня проходит глубокую модернизацию. Приобретается новое зарубежное оборудование, определяются поставщики сырья. Именно этим и объясняется приостановка деятельности одного из старейших предприятий Караганды. На областном инвестиционном совете руководители фабрики заявили, что в будущем намерены до 40% продукции отправлять на экспорт. Что касается конкуренции, то здесь конфеты Караганды намерены опередить казахстанские компании. А импортозамещение мы не будем конкурентами для боя Сулу, Раха, потому что у нас технологическое оборудование, оно включает в себя очень много дополнительных опций, и мы уходим в сегмент чуть выше рынка. Мы начинаем на рынке конкурировать с Контией, Рашей, Днёный кондитер, Яшкин, Анастре, Славянка. Модернизация компании «Конфеты Караганды» – это лишь один из обсужденных проектов. Главным ориентиром модернизации экономики является индустриально-инновационное развитие ключевых отраслей промышленности. В августе этого года была создана национальная компания «Казахинвест». Ее главная цель – привлечение и сопровождение инвесторов. Задачей «Казахинвест» является привлечение, удержание прямых иностранных инвестиций, так называемых транснациональных компаний и якорных проектов, вокруг которых будут выстраиваться субъекты МСБ. И последующее реинвестирование прибыли этих компаний в дальнейшее расширение проектов в Казахстане. «Казахинвест» является единой точкой доступа к системе оказания государственных услуг для инвесторов, включающей как государственную поддержку инвесторов в виде инвестиционных преференций, так и выдачу различных разрешений и согласований, необходимых для реализации и дальнейшей эксплуатации инвестиционных проектов. Стоит отметить, что Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Карагандинской области создан в рамках поручения главы государства для активизации работы по привлечению инвестиций. «Правительство под председательством премьер-министра работает, действует Совет по улучшению инвестиционного климата, и мы на своем уровне, на этом Совете также эти вопросы решаем. Законодательная база решена, инвесторам предоставляются все, и финансовые, и инфраструктурные преференции, создаются институты по поддержке инвесторов. Все вопросы решены, теперь надо работать. Конкретно работает здесь, в регионе, на местах». Заседания областного инвестиционного совета под председательством главы региона Ерлана Кушанова будут проходить ежеквартально. На них будут обсуждаться самые актуальные вопросы по улучшению инвестиционного климата в Карагандинской области. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 600 тонн картофеля будет заложено в стабилизационном фонде Карагандинской области. По мнению властей, этого количества хватит, чтобы избежать необоснованного роста цен в межсезонье. Областной Акимат организовал пресс-тур, в ходе которого журналистам был продемонстрирован весь процесс формирования стаб-фонда. Этот картофель пока не предназначен для продажи. Реализовывать его начнут по мере надобности, чтобы избежать резкого роста цен. А рост этот обычно приходится на весну. Помимо картофеля в стабилизационный фонд Карагандинской области закладывается лук, морковь, капуста, свекла. Резервирование продуктов производится через социально-продовольственную корпорацию «Сара-Арка». Примечательно, что впервые часть стаб-фонда формируется за счет производителей сельскохозяйственной продукции. Акимат заключил меморандумы с 35 крестьянскими хозяйствами. Это, конечно, акция доброй воли. Предприниматели поддержали население области, потому что, в принципе, цену удержать 50 тенге, вы сами понимаете, это невозможно. Но для регулированного рынка этот механизм очень поможет, внутреннего рынка. Вы знаете, что в прошлом году, допустим, цена поднимала до 300 тенге, 270-300 тенге. Если у нас будет такой фонд, и мы будем в этот пик выкидывать картошку по 75-100 тенге, конечно, она будет уравнивать и даст возможность стабилизировать рынок. Деньги за свою продукцию фермеры будут получать по мере реализации товаров. Среди 35 крестьянских хозяйств компания «Астро-Агро-ЛТД». Она предоставила в стабилизационный фонд более 80 тонн картофеля. Это около 5% урожая. Руководитель компании признался, что никаких убытков они не несут. Мы ниже себестоимость не отпускаем, поэтому никакой ущемленности с этой стороны нет. А что касается стабилизации фонда, мы, крестьяна, если нас поддерживает государство, почему нам не поддерживать? Поэтому всегда для таких целей идем навстречу. Реализовываться овощи из стабилизационного фонда будут через крупные торговые сети и социальные павильоны СПК «Сарарка». Такой, как этот. Цены здесь будут формироваться на основе анализа рыночных цен. Смотрите, мы же мониторим все оптовые и розничные супермаркеты и рынки. То есть, получается, от самой низшей цены, которая имеется на данном, мы устанавливаем, чтобы наши арендаторы реализовывали продукцию не выше 5% получается по бокалейной продукции и не выше 10% по овощной продукции. Социально-продовольственная корпорация «Сарарка» также намерена открыть дополнительные павильоны в городах-спутниках. Но это уже будет в следующем году. По оценкам специалистов, в нынешнем году в регионе собран неплохой урожай картофеля – 300 тысяч тонн, а также 100 тысяч тонн других овощей. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. Второй этап отбора претендентов на участие в проекте «Молодежный кадровый резерв» состоялся в Карагандинском областном филиале молодежного крыла «Жасотан». Республиканский проект «Булашах» поддерживает Министерство по делам религии и гражданского общества. Главная цель проекта – создать новую группу современных и эффективных менеджеров для государственных органов и бизнеса. Во второй этап прошлись 17 молодых карагандинцев. Именно они были приглашены на собеседование. Участники специальной комиссии выбирают трех самых достойных кандидатов от Карагандинской области. Два из них пройдут подготовку в Мажелисе и один в государственных органах или национальных компаниях. Участником проекта может стать любой гражданин Казахстана в возрасте от 18 до 29 лет. В этом году в Астане обучение пройдут 48 молодых казахстанцев. У нас сначала идет формальный отбор. Мы посмотрим, какие у них там успехи, сертификаты. Они должны все-все вот эти свои достижения прикрепить. И мы проводим формальный отбор. Потом будем проводить собеседование, в котором в состав входят депутаты городского, областного мастер-хата, председатели молодежного крыла Ажасатан, а также представители ассоциации «Булашак». 1 октября в Карагандинской области официально стартовал отопительный сезон. Однако не только центральное отопление используется в городах и районах нашего региона. Печное отопление и электрические нагревательные приборы представляют высокую пожарную опасность. Об этом говорили на брифинге в Управлении по чрезвычайным ситуациям. Зима – это одна из самых пожароопасных времен года, заявляют специалисты противопожарной службы. И все из-за простого желания согреться. Кто-то, не удовлетворившись центральным отоплением, подключает электрические нагревательные приборы, а кто-то всю зиму топит печь. За 9 месяцев года в частном секторе Караганды произошло более 300 пожаров. Из 539 пожаров против 408 одного пожаров в прошлом году, 307 пожаров у нас произошло именно в частных домовладениях и многоэтажных жилых домах. В результате пожаров в этом году, за те 9 месяцев, за которые мы проводим, подводим метод, у нас произошло, к сожалению, гибель 8 человек. В прошлом году этот показатель составлял такой же – 8 человек. Говоря о других чрезвычайных ситуациях в зимний период, спасатели остановились на эксплуатации автомашин. Водителям настоятельно рекомендуют подготовить свое транспортное средство. При исследовании в дальний путь автолюбителям, пассажирам обращать внимание на те смс-рассылки, которые направляются к департаментам, платежщикам, ситуациям. И элементарно самим можно прогноз погоды смотреть в средствах интернет-ресурсов, по телевидению и уже предварительно планировать свою дорогу И все же особое внимание уделено противопожарной безопасности. Чтобы избежать трагедии, спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Гульнур Жакен, Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о спорте. 180 юных спортсменов приняли участие в 4-м региональном турнире по греко-римской борьбе. В спортивной школе имени Алии Молдоголовой собрались команды со всех регионов Карагандинской области. Региональный турнир памяти мастера спорта СССР Гирина Владимира Ивановича в четвертый раз собирает молодых перспективных борцов со всего Карагандинского региона. Турнир имеет все шансы стать общереспубликанским. Владимир Гирин положил свою жизнь на развитие греко-римской борьбы в Казахстане. Воспитающие приятных борцов, такие как Аскей, Ферлан, Искаков, который стал призером Азиатской игры в чемпион Азии. И этот турнир проводится уже в четвертый раз. И участников у нас сегодня 180 человек. Практически со всех уголков нашей Карагандинской области приехали. И Звездгазган, Топар, Тимиртау, Шахтин, Шахан, Новодоленко, Карагандас, спортивный интернат. В общем, мы заторили всю нашу область. Юные борцы 15-16 лет отчаянно боролись за медали турнира. Не признавали поражения даже, как до лопатки касались ковра. Дух победы витал над борцовским ковром. Ведь этот региональный турнир даст шанс выступить на республиканских соревнованиях в городе Белые Воды Южно-Казахстанской области. На призы мастера спорта СССР академика Сапарбаева. Игры пройдут 11-13 октября. А на Карагандинском турнире можно было встретить именитых земляков. На чемпионатах в Казахстане я три раза чемпионов стал. И за границей на международных турнирах на Азию поехал, на Азию прыгал, на Азию прыгал. Конечно же, мечтал олимпийским чемпионом стать. Но все же мечтают. Молодость покоряет вершины спортивного мастерства. Это будущее спорта Казахстана. Сергей Возокозов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С минимальным разрывом 2-1. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» проиграл китайскому клубу «Кунлюнь Хайлунцян». В городе Харби наши хоккеисты впервые встретились с новичком чемпионата. Китайский хоккейный клуб из города Харби, «Кунлюнь Хайлунцян» – новичок в чемпионате высшей хоккейной лиги. Однако представлен он далеко не слабыми игроками. В составе команды спортсмены из России, Финляндии, США и Канады. А потому легкой эта игра не была. Счет в игре открыл «Кунь-Лунь». На пятой минуте Константин Макаров с передачи Ольшевского и Лебедева реализовал большинство 1-0. Семь минут спустя «Сарарка» сравняла счет. Отличился брат-близнец одного из игроков китайской команды Станислав Ольшевский 1-1. Во втором периоде хозяева льда снова вышли вперед. Героем эпизода стал Кирилл Лебедев. На 36-й минуте матча с передачи Макарова он забросил шайбу в неравных составах 2-1. В заключительном игровом отрезке, благодаря титаническим усилиям полевых игроков и вратаря китайской команды, карагандинцам так и не удалось исправить ситуацию на табло. Следующий матч «Сарарка» проведет 7 октября против еще одного китайского клуба «Ценг Тоу» из провинции Цзилинь. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных, Аман Солболстер. Субтитры подогнал «Симон»!